Всем огромный привет и я рада видеть вас на своем канале Ванила Мария. Для тех, кто в первый раз зашел ко мне в гости, мой никнейм пишется с тремя буквами L и без пробела. А сегодня мое видео будет посвящено бюджетным покупкам, что в последнее время из недорогого сегмента косметики я находила в магазинах. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной и желаю приятного просмотра. Прежде всего, хотелось бы начать с марки Maybelline. Это просто бестселлер какой-то в последнее время у нас. У меня появилось в последнее время две опять-таки новинки. Из линейки Vivid Matte Liquid я взяла еще один оттенок. Я уже показывала, что я брала Nude Flash в 0,5 оттенке. Это 45 оттенок Possessed Plum. Сейчас он у меня на губах, но все равно сделаю для вас сводч, чтобы было понятно, какой оттенок. То есть, вот такой действительно очень сливовый, насыщенный. Но мне почему-то кажется, что в светлом оттенке Nude Flash была лучше текстура, она более плотно ложилась и была менее капризной. Здесь она какая-то более водянистая, поэтому нужно поколдовать, прежде чем это все приобретет удобоваримый вид. Поэтому все-таки в 0,5 оттенке мне больше понравилась эта помада. В общем и целом, к этим помадам у меня меньше всего, наверное, претензий из всех блогеров, которые снимали их видео. Потому что я считаю, что на каждый день вполне себе адекватный вариант за те деньги, за которые она продается. Потому что она комфортная на губах, она достаточно матовая. Ее нельзя называть матовой, стойкой в привычном смысле. Но при этом она дает все-таки достаточно матовый финиш, особенно если промокнуть салфеткой. Она комфортная на губах, она не сушит губы абсолютно. Она стойкая, если вы не будете есть, пить, собственно, она будет держаться на губах. Помада бюджетная и в линейке есть много интересных, классных оттенков. Я бы присмотрелась к 0,5 оттенку, который я уже показывала вам, Nude Flash. И обязательно посмотрите этот оттенок, но он более капризный. Это, еще раз скажу, 45 Pazest Plum. Классные, в общем-то, помады, мне они нравятся. Я считаю, что свою стоимость они отрабатывают. Поэтому, девчонки, кто предъявляет к ним претензии, честно говоря, вы вспомните, сколько стоит даже в той же подружке Nuxe помады, и сколько стоит Maybelline. И сразу все станет на свои места. И второй продукт от Maybelline, это их также новинка, это подводка Master Precise Curvy. Это подводка в очень необычном исполнении и предназначена для толстых стрелок. Вот здесь она так открывается, выдергивается. У меня не всегда это получается. В общем, вот здесь такой вот очень толстенький наконечник. Сама по себе подводка достаточно стойкая. Я ее на глазах еще пока не пробовала. Я ее пробовала на руке. На руке без воды смыть вообще нереально ее. Я пыталась ее как-то тереть, скрести. Она никак не снимается, кроме как с использованием воды и средствами для снятия макияжа. Она очень насыщенная, черная. На глазах пока, честно говоря, не пробовала, не представилась возможности. Но обязательно в ближайшее время попробую, расскажу вам либо в инстаграм, либо сделаю полноценное видео. А так, подводка именно в затесте, в таком, на руке, мне, конечно, очень понравилась. Она в необычном исполнении. Также мне нравится, что здесь очень толстенький наконечник, но при этом у него тонкий край. Поэтому будет удобно рисовать стрелки. В общем, ближайших видео обязательно расскажу. Следующая помада тоже новинка у меня из осенней коллекции L'Etoile. Помада из линейки Camillefort в 225 оттенке, королевно называется оттенок. Прям я такая скромная девушка, решила себе подставить взять помаду. Она более такая виноградная, мне кажется, более такой именно винный оттенок по сравнению с первой помадой, которая у меня сейчас на губах. Помады Camillefort я очень сильно люблю и среди линейки L'Etoile, потому что они такие сатиновые, силиконистые, они очень ровно ложатся. Их можно использовать без карандаша, они никуда не будут скатываться, закатываться, растекаться. Они очень сухие, при этом они не сушат губы, они прекрасно ложатся. Помады очень ровно съедаются, сходят с губ. Также они достаточно стойкие, если вы не будете есть это, помада у вас будет держаться столько, сколько нужно. Помады очень классные, также свою стоимость, они просто идеальные. И продолжая тему губ, относительно недавно я приобрела карандаш. Честно говоря, у меня был очень сложный выбор, я искала себе бюджетный карандаш, но нигде практически нет классического красного карандаша. И тут я наткнулась на удивительную девочке акцию. Заметьте, в улыбке Радуги за покупку любого продукта итальянского бренда давали макароны. Вот вникните в смысл, который был продиктован нам с вами маркетологами. То есть нужно купить продукт косметический, чтобы дали макароны. То есть у нас совсем, по-моему, все в стране плохо. Так вот, марка называется Белла Оджи. Как вы поняли, что я действительно купилась на эту акцию, потому что я очень люблю макароны. И это водостойкий карандаш для губ. Он механический, то есть он здесь вот так вот выкручивается. В 305 оттенке он у меня. Действительно классический красный карандаш. Мне очень он понравился, потому что он достаточно жирненький. При этом он застывает, никуда не размазывается. Очень хорошо держит помаду. Красных помад у меня много, поэтому это просто мастхэвный у меня карандаш. По качеству он меня устраивает. Взяла его за какие-то 200 рублей. Еще мне макароны дали в придачу итальянской какой-то марки. Поэтому я вообще счастлива и рада. И всем советую карандаш. Если в улыбке радуги до сих пор раздают макароны, то обязательно, девчонки, бегите и берите. Следующий продукт уже из марки Буржуа. Это нашумевший пару лет назад Healthy Mix. Наконец-таки у меня дотянулись ручки в кризис до бюджетного тонального крема Healthy Mix, от которого пищали просто все блогеры русскоязычного ютюба. У меня это в 53-м оттенке, по-моему. Да, в 53-м оттенке Light Beige. Тональная основа у нас обещает, что будет 16 часов стойкости. При этом у нас будет здоровое сияние и увлажненная сияющая кожа. Здесь добавлено куча полезных ингредиентов, если верить производителю. Пока что я наносила один раз. Сейчас у меня на лице именно эта тональная основа. Ничего плохого я сказать не могу. Она классно ложится на кожу. Она хорошо подсвечивает кожу. То есть это действительно что-то очень бюджетное. Аналог, наверное, все-таки будет Taint Miracle. Это мой любимый был тональный крем. Года как раз-таки два назад. Как раз-таки подсвечивающий кожу. И у него тоже есть такой вот минус неприятный. Он пачкает телефон. То есть вот если вас прям бесит, когда вы поговорили по телефону и у вас отпечатала щека на экране мобильного телефона, то это вот не ваш случай вообще ни разу. Не берите. Вы же будете беситься, будете нервничать и скажете, что отвратительная тональная основа. Но вот кого это не напрягает и кого не напрягает, что будут пачкаться воротники белой одежды, то флаг вам в руки, потому что первые впечатления у меня самые-самые положительные. Действительно очень увлажняющая тональная основа, достаточно стойкая тональная основа. Для сухой кожи я думаю, что на зиму будет очень классно. В ближайшее время я думаю, что расскажу именно о тональных основах, своих последних отдельно. Сниму, возможно, тест-драйв, потому что очень многие девчонки просят на смешбокс обзор. И я думаю, что как раз-таки на эту тоже сделаю сразу обзор. И последний декоративный продукт, который я недавно купила, это также достаточно популярная вещь. Это румяны такие маленькие от Bourjois. У меня 34-й оттенок Rose Doh. Doh. Rose Doh. Rose Doh. Rose Deh. Rose Doh. Не знаю. В общем, 34-й оттенок. Очень такой милый розовый оттенок запеченных румян. Мне очень понравился этот оттенок. Я помню его очень многих девчонок, еще в старой версии. В Chanel есть очень похожие румяна. То есть это розовый оттенок с золотистым шиммером. Очень классно смотрятся. Они, кстати говоря, смотрятся холоднее, чем тот же самый оргазм, который у Nars работает по тому же самому принципу. То есть тот же самый розовый с золотыми блестками. Мне очень понравились эти румяшки. У меня их никогда не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова